Добрый день! Настала пора объявить новый конкурс. Я не знаю, почему я так решила, но почему-то решила, что когда доберется первый приз до победителя, сразу же объявляем следующий. И случилось так, что несмотря на то, что приз в Питере был месяц назад, Машенька его получила только вот на эти выходные. Вот случилось неприятное с ней, не могла встретиться. А я ненормальная такая тоже экономистка. Для того, чтобы кому-то в Питере сделать дешевле доставку их продукции Юсановской, я объединила подарки. Я вообще-то преследовала две цели. Первое – это вот помочь кому-то оплатить свои витаминки подешевле. А второе я положила в посылку пакетик, в который бы сложили там подарок предназначенный победителю. И вручили ей достаточно красиво так. Не совсем красиво получилось. Очень долго получилось. Она бы, безусловно, получила его раньше, если бы я никому ничего не экономила. Но я такая есть. Исправить меня проблематично. Поэтому следующий победитель я с вами буду обговаривать. Нормально ли, если я в вашу посылку еще что-то положу, или вы хотите получить только ваш подарок, который придет непосредственно на ваш адрес. Вот такое предисловие. Первый подарок был достаточно дорогой. И Машенька выбрала вот этот, как его называется, тэблет, планшетку. И поскольку планшетка, несмотря на то, что она была дороже основного приза, она нам шла как дополнение к призу, если кто-то ее выберет, я послала ей юсановские витаминочки. Они там как раз сейчас вовремя, ей нужно поправиться. После всех простуд, после всех неприятностей. Ну и весеннее витаминоз тоже немножечко сгладить. Так что этим первым подарком я перекрыла значительно ту сумму, 10% от суммы, которую я заработала на Ютьюбе. И сейчас уже подходит второй пеймент, второй платеж. То есть, в принципе, теперь денежек хватает не только на дорогу, но уже и на небольшой подарок. Подарок вы будете выбирать сами. То есть, в основу мы кладем то, что люди просят. Разыгрываем мою живопись, мои нетленки, которые можно посмотреть в предыдущем видео. Первый розыгрыш, у нас сейчас второй розыгрыш. Если кому-то картинка будет интересна, потому что люди пишут, нам бы хотелось на память иметь от тебя вот такую-то картиночку. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста, с удовольствием. Если кому-то картинка не нужна, потому что я понимаю, что я не профессиональный художник, и моя живопись, она кого-то просто порадует, потому что это моя, а кто-то ее повесит в чулан, потому как не тот уровень живописи. Я это прекрасно понимаю, я отдаю должное своему уровню живописца. Поэтому подарки какие вы выберете? Кто-то говорит после зарисовки про купальники, в уголе купальник бы разыграть. С прошлого раза у нас осталось, что вот бы святый ротчик такой же тоже получить. Кто-то говорит о косметике. То есть мы после розыгрыша конкретно с победителем поговорим. И если вы вдруг захотите что-то, я, скорее всего, пойду и куплю вам этот подарок, лишь бы оно вам было в радость. А условия конкурса нисколько не изменились. Будет продиктовано то же самое. То есть вы должны быть подо мною подписаны, вы должны быть моим подписчиком. Вам должно быть более 14 лет или иметь разрешение от родителей на участие в этом конкурсе и на получение подарка. И, безусловно, вам должна нравиться сама идея, что мы разыгрываем этот приз. Потому что в прошлый раз я немножечко была удивлена. Когда мне нравилось чье-то эссе, я открывала. Человеку не нравится, что мы разыгрываем этот приз. Пожалуйста, не забывайте, что вам это должно нравиться. Я на это внимание буду обращать, потому что как-то неуютно. Я, в принципе, денежки трачу на то, чтобы вам подарок отправить, ну и подарок сам купить. О чём мы в этот раз будем писать ваши великолепные эссей, ваше маленькое сочинение. В прошлый раз были великолепнейшие, великолепнейшие мысли, прекрасно поданные. А идею сегодняшнего розыгрыша подала одна из моих подписчиков. Она буквально на следующий день после выявления победителя мне сказала, Галь, а давай следующий. Мы причём с ней разговаривали по телефону. Она, потому что уже мой дистрибьютор, она работает в Юсане. Она говорит, давай следующий конкурс сделаем таким-то. И поскольку времени прошло очень много, посылка добиралась очень долго, я, честно говоря, забыла, что она сформулировала. Поэтому я вчера ей написала письмо в скайпе и сказала, будьте любезны, напомните мне идею. Потому что идея мне нравилась, и я ничего не придумала. Идея вот какая. Надеюсь, она вам тоже понравится. Как вы понимаете, баловать меня или баловать моих родных? Мне это очень понравилось, потому что я часто про это говорю, и каждый видит это по-своему. И прямо вчера мне пришло письмо, на которое я не буду отвечать до тех пор, пока конкурс не закончится. А мы его начинаем завтра, 19-го будет число, 19-е мая, до 29-го мая. То есть у нас вот такое, прямо на день пионерии у нас получается, на день пионерии объявляется конкурс. В течение 10 дней он будет. И после 10 дней я отвечу на письмо, которое я получила вчера, сегодня в школе его посмотрела. Мой подписчик пишет следующее. Говорит, ты очень часто говоришь, баловать, баловать, баловать. А у меня в голове сидит, что баловать это плохо. Оно у меня параллель такая проводится. Избалованный ребенок. И потом баловать тебя, а ты кого-то балуешь как-то. То есть я, безусловно, на это письмо отвечу, но я отвечу вот по истечении 10 дней, когда конкурс будет закончен, я вам расскажу мое видение, понятие баловать, баловаться, быть избалованным в моем видении, как это я понимаю. Но я думаю, может быть, даже и необходимости в этом не будет. Может, я буду зачитывать ваши идеи, говорить, вот это мне близко, а вот это я не приемлю. И в связи с тем, что кто-то, может быть, тоже уже взял на вооружение мое слово баловать, я сегодня, когда читала вот это письмо, я вспомнила мамину фразу, вот мамочка моя, лапочка моя, когда мы были ребятишками, да и уже и взрослыми, когда я приезжала их посетить, если она куда-то прилегла, она очень часто приглашала меня и говорила, иди ко мне понежимся, полежим, понежимся. Мне очень нравилось, когда она это говорила, но в мою жизнь оно как-то не вошло. В мою жизнь вошло слово баловать, мне оно очень нравится, и мы про это поговорим, и вы, и я. А с вами сегодня была Галина Смит. Сегодня самый лучший день, потому что мы объявляем очередной конкурс. Пока-пока. Успехов вам. Побед.